Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Некоторые даже уже звонят сами, предлагают свой зал, чтобы провели мы тренировку, говорят, давайте соберемся, то есть мы за и так далее, и так далее, провести для ребят, для молодежи тренировку. То есть все делается легко, мы ничего не ищем, или нас находят, или мы сами звоним своим знакомым, и все, ни одного отказа еще не было, все только за, и все говорят, давайте в следующий раз, давайте еще, еще, еще. Я говорю, ну сейчас проведем по максимальному количеству разновидных спортов, и уже... По поводу этих тренировок, они будут продолжаться дальше, это только на период обучения, точнее учебы, скажем так, когда идет у нас учебный год, потому что основная аудитория все-таки это студенты, или летом тоже будут тренировки? Я хочу, чтобы летом тоже были, и лето жарко, можно даже на свежем воздухе проводить, думаю, ну пока что мы еще так сильно не думали, но думаю, на свежем воздухе будем проводить тренировки однозначно. Для этого и залом не надо, и... То есть никаких уже не надо, да, то есть можно на свежем воздухе, я даже сам рад был, буду проводить тренировки для ребят. А по поводу тренировок понятно, также происходят постоянные встречи с той же молодежью, обсуждаются вопросы именно спорта, его развития, недавно брал участие в программе «Контраргумент» на телеканале Николаев, тоже посвященное спорту. А что в этом направлении, что в этом ключе? Как развиваетесь, есть ли какие-то проблемы или, возможно, наоборот, успехи? Ну мы в свою очередь, по молодежи, мы развиваем спорт максимально, как можем, то есть мы проводим бесплатные тренировки для ребят, которые хотят познакомиться с тренерами, с чемпионами, хотят просто прийти бесплатно потренироваться, возможно, у некоторых нет возможности. Со своей стороны мы делаем все возможное, и молодежь это видит, молодежь понимает, молодежь благодарит за это. А что касается, вот на программе, например, звучали многие проблемы и так далее, и так далее, то есть все все понимают, но есть пути решения. Я думаю, в дальнейшем все наладится в спорте. У нас и так все хорошо, чемпионы есть, есть ребята, которые проставляют наш флаг, проставляют... Нет, как раз у нас в студии, да. Спасибо. То есть, ну, вот пользуясь случаем, хочу на весь город поздравить Виктора Славинского, которого буквально вчера выиграл первый профессиональный бой в США на профессиональном ринге. Видя, ты молодец, мы за тебя болели и... Уже вся фейсбук-лента с ночи уже наполняется этими поздравлениями, действительно, присоединяется и программа «Новый день». Только и успеваем в спортивном обзоре рассказывать о наших спортсменах, которые постоянно привозят в Николаев. Либо золото, либо бронзу, либо серебро, в любом случае победителями являются, в тройку входят 100%. Николаев, я всегда говорю, Николаев – это очаг на талантливых спортсменов, на талантливых людей. Потому что у нас сколько чемпионов мира есть, только, мне кажется, ни в одном городе ничего. Самая главная проблема, которая есть, это удержать этих спортсменов. Да, удержать проблему, конечно, эта проблема постоянно присутствует. То есть, для этого нужны колоссальные финансы. Да, государство не может обеспечить таким финансом. Ну вот, даже вот на программе «Контраргумент» мы им предложили к властям, например, города, области и города, было такой, и под их руководством обеспечить, например, поиск спонсоров, поиск меценатов, которые бы помогали по различным видам спорта, на которых показывают лучшие результаты ребята. То есть, я думаю, это было бы лучшим решением, но там уже… На сегодняшний день, если все-таки очертить проблемы какие-то, которые есть, это материальная база в плане инвентаря, который нужен для занятия этим видом спорта, или база вообще, где место проведения? Честно, залы есть. Да, не все залы в хорошем состоянии, но тренироваться есть где. Но не хватает, возможно, денег просто на спонсирование ребят на поездки по различным странам. То есть, уже, по сути, финальная часть, когда нужно уже человека просто отправить для того, чтобы он презентовал… Конечно, просто некоторые люди думают, например, развитие спорта – это отстройка залов, покупка инвентарей и так далее. Нет, в профессиональном спорте, например, это непосредственно питание правильное, которое тоже стоит немалых денег. Это поездки на сборы, поездки на различные мастер-классы от разных чемпионов и так далее. То есть, это все стоит денег, и, к сожалению, в большинстве случаев спортсмены сами за себя обязаны платить. То есть, подобная практика по поводу питания и так далее, если брать европейские страны, либо страны наши с соседями, там эта проблема решается за счет государства или все-таки тоже за счет спортсменов? По-разному. По-разному. То есть, мы не уникальны в этом плане? Конечно, мы не уникальны, но везде есть свои проблемы, везде есть свои подводные течения, как говорится. То есть, ну, мы говорим за себя, то есть, у нас вот такой вот момент присутствует, и я думаю, есть путь решения этого. Будем надеяться реально, что программа и постоянное поднятие этого вопроса все-таки приведет к его решению, потому что действительно проблема есть на вот этой базе, которая есть минимальная. Люди становятся чемпионами мира, приезжают в Николаев и понимают, что дальше продолжать на этой же базе работать нереально, потому что нужно уже идти дальше и усовершенствоваться, а уже на этой базе как бы сложновато. Поэтому большая просьба к властям и, конечно же, ко всем меценатам, которые заинтересованы в этом, в том, чтобы помогали спорту, тем более, что есть люди инициативные, которые готовы это направлять, скажем так, финансы в нужное русло. Спасибо тебе большое за твою инициативу, за тренировки. Как только новые будут объявления, мы, соответственно, со своей стороны, конечно же, сделаем тоже небольшое объявление в эфире. А я нагадую пока что, что у нас в гостях был студентский мэр Эмиль Габеков, который активно занимается тем, чтобы популяризировать спорт в Миколаеве. Дякую тебе.